Друзья, приветствую всех на канале AtomanoFlife. В начале этого видео я хочу провести с вами небольшой опрос и спросить у вас, как для вас лучше снимать статичные видео где-то дома, в квартире, постоянный фон, где у меня есть задний, либо снимать такие вот видео в движении, на природе, для того, чтобы разнообразить фон своего YouTube-канала. То есть напишите мне в комментарии, если вы за домашнюю обстановку, за съемку дома, тогда ставим, давайте, один цифрку, если за съемку на улицу, в движении, то ставим цифрку 2, мне будет интересно. А сегодня я хочу вам рассказать о том, что в Германии с 2021 года, с января месяца, не будут больше никто платить налог на солидарность. И все вы узнаете в этом видео, если, конечно, досмотрите его до конца, не забываем ставить лайк. Друзья, сразу хочу сказать, что сегодняшнее видео будет у нас проходить на природе. Такая небольшая заброшенная местность вокруг меня. Это место раньше принадлежало территории школы, которая здесь располагалась во время ДДР. Сейчас этой школы уже не существует, ее снесли. Но вот эта площадка еще осталась, и здесь можно спокойно поснимать ее и рассказать вам о том, что с 2021 года, с 1 января в Германии, мне будет больше, большинство населения, 90% населения оплачивать налог на солидарность. Что это за налог? Этот налог ввелся еще в 1991 году, когда было соединение ГДР, ДДР, так называемый ФРГ, и для того, чтобы восстановить называемые так новые земли, это те земли, которые принадлежали раньше ДДР, был введен этот налог, и все население, работающее население, платили этот налог до, еще до сих пор платят, до 2020 года, до декабря месяца, для того, чтобы поддержать новые земли, и чтобы восстановить города в этих новых землях. Хочу сразу сказать вам по поводу Апольда. Когда мы приехали сюда в 2014 году, это был немного страшный, немного разрушенный город, но время шло, и все менялось, и сейчас Апольда очень-очень красивый город. Он мне очень нравится, и поэтому эти деньги действительно потрачены не просто так, не куда-то ушли, а действительно потрачены на восстановление городов, потому что я путешествую по другим городам Германии, и это заметно, что города восстанавливаются. С 1991 года этот налог составлял 7,5%, потом с 1 января 1998 года ставка была понижена, и этот налог составлял 5,5%, до сих пор платят еще 5,5% от подоходного налога, и как бы в принципе сумма небольшая, и если вы зарабатываете там тысячу и тысячу с небольшим евро в месяц чистыми на руки, то как бы у вас будут снимать всего лишь там 10, может быть 11-12 евро. Сумма небольшая, да, но если посчитать даже ежегодные как бы все вот эти суммы за целый год, то получится уже больше 100 евро, и теперь эти больше 100 евро будут оставаться у нас с вами в карманах, и мы будем тратить их на что-то другое. Я знал и готовил, что видео будет проходить у меня где-то не дома, на улице, и поэтому я сделал небольшую распечатку, статистику того, кто и когда все-таки будет платить этот налог на солидарность, потому что он не отменяется полностью. 90%, как я сказал, населения его платить вообще не будут, и если вы одинокий человек, и ваш годовой валовый доход составляет 73 тысячи евро, то вы не обязаны платить этот налог вообще. Если ваш годовой доход составляет от 73 до стати 9 тысяч евро, и вы также одинокий человек, то вы должны платить частично этот налог. Но если больше 109 тысяч вы получаете в год, то вы должны полностью оплачивать все 5,5% налога на солидарность. Что же касается семей. Здесь немножечко посложнее. Почему? Потому что семья – это мама, папа, и тут взят пример как двое детей, но могут работать кто-то один из родителей. И вот если работает всего лишь один из родителей, то тогда до 136 тысяч полностью освобождается семья от уплаты этого налога на солидарность. Если получает до 206 тысяч, то платит частично. Если больше 206 тысяч, то платит полностью этот налог на солидарность. Если оба работают родители, то здесь повышается. Если получает оба родителя до 147 тысяч в год, то платит никак, вообще не платит. До 219 тысяч, извиняюсь, платит частично. Если больше 219, то платит по полной. Что касается тех, у кого есть какие-то либо сбережения. Если у вас есть какие-то сбережения, и сумма сбережения в размере 801 евро, необходимо уплатить 5,5% на налога на солидарность. То есть, если у вас какие-то есть акции, дивиденды, проценты, вы в любом случае по умолчанию будете платить этот налог на солидарность. И здесь получается, что 6,5% населения будут платить частично этот налог на солидарность, 3,5% населения будут платить полностью этот налог на солидарность, но и 90% населения его вообще не будет платить. То есть, немецкие статисты уже просчитали все эти варианты, и получилось так. Так что, хорошая новость, несмотря на то, что везде коронавирус, несмотря на то, что повсюду проблемы в финансовом плане, у каждого государства, в том числе и у Германии, но немецкое правительство все-таки решило отменить этот налог, налог на солидарность. И теперь, с 2021 года, вы будете иметь в своем кармане, в своем кошельке немножечко больше денег, чем обычно. Ну, и я хочу также от вас услышать вашу точку зрения, что вы скажете по этому поводу, правильно ли сделало правительство Германии, что отменило налог на солидарность, либо он должен был остаться. Мне вот интересно услышать ваш ответ, вашу обратную связь, чтобы вы написали в комментариях, и как вы думаете вообще по поводу этого. Моя точка зрения такова, что это точно только мое личное мнение. Я хочу и хотел бы, чтобы этот налог все-таки остался. Почему? Потому что это небольшая сумма, как я сказал, и общий годовой, может быть, платеж составляет 100 с небольшим евро. Но платя эти деньги, каждый человек, который здесь живет в Германии и работает, он понимает, что эти деньги именно вкладываются на дороги, на восстановление домов, которые были разрушены во время войны, и не только во время войны, на восстановление еще каких-то других объектов, которые важны для общества, где можно проводить свободное время с вашими детьми, своей семьей полностью, комфортно передвигаться по территории Германии, по ровным дорогам, да, не только в ненаселенных пунктах, но именно в городах. Потому что есть такие города, действительно, еще, которые нуждаются в этой помощи, и, как я сказал, поэтому моя личная, моя точка зрения, чтобы этот налог оставили. Напишите в комментариях, как вы считаете по этому поводу, хотели бы вы, чтобы этот налог на солидарность остался, либо нет. На этом я буду свое видео заканчивать. А да, также не забываем написать в комментарии единичку, если вы считаете, что лучше, чтобы я снимал видео дома статичные, то есть без движения, без картинки, либо цифрку 2, если вы считаете, что лучше снимать видео где-нибудь на природе, как сегодня, например. Видео заканчиваю. Желаю всем всего доброго, всего хорошего, не болейте никакими вирусами, никакими коронавирусами. Оставайтесь на моем канале Ataman of Life. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Не забывайте ставить лайк, можете поставить дизлайк. Это тоже оценка для того, что я делаю. Всем всего доброго, всего хорошего и без вальд. Чус!